Далее мы поговорим о том, что если вы продаете свою недвижимость самостоятельно, то какие документы подготовите, в какие инстанции надо сходить. Разберем пошаговую инструкцию. Сразу же скажу, что эта информация годится только для жителей Латвии. Так вот, первое, что начинается для собственника при продаже недвижимости, с чего все начинается. Обычно начинается это с заключения договора с задаткой или ROCUS NOWDAS LEGUMST. Что это такое и для чего это и нужно ли вообще его заключать. Договор с задаткой означает, что две стороны продавец и покупатель заключают между собой договор, который подтверждает то, что покупатель готов купить эту квартиру по уговоренной цене на определенных условиях и продавец согласен по этой цене продать. Этот договор подтверждает серьезность намерения покупателя, поэтому я рекомендую заключать этот договор. Потому что очень часто бывает так, что человек говорит, да, хорошо, я покупаю, через неделю будет сделка и так далее, но потом оказывается, что он за это время нашел что-то другое или вообще пропал, или он потом отказывается. Если же человек дает уже задаток, то по закону здесь есть два очень важных пункта, что если он потом отказывается покупать, то он эти деньги теряет. Если вы потом отказываетесь ему продавать, то вы отдаете их вдвойне. Поэтому если человек вам дал задаток, это означает, что он будет квартиру покупать точно, и у него очень серьезные намерения. Поэтому я рекомендую этот договор заключать. Этот договор можно заключать как у нотариуса, так же можно его заключать без нотариуса. Здесь нужно понимать, что нотариус может заверить подписи, но это не означает, что он заверяет содержание. Поэтому некоторые думают, что заверив подписи у нотариуса, это даст какой-то плюс. На самом деле нет, нотариус просто заверяет, что один такой-то человек, другой такой, квартира такая-то действительно есть. Вот и все. Он не отвечает за содержание. Поэтому не всегда желательно обращаться к нотариусу, если, например, вы сами в этом разбираетесь, или есть те, кто вам помогает, потому что это может быть пустая трата денег. Такие договора есть у всех риелторов, у всех компаний, они есть уже, и обычно их можно заключить таким образом, или в офисе, или даже у вас дома. Просто заранее оговариваются условия этого договора, в которых проговаривается сумма покупки, какую вам дают денег, часть, когда заключается договор купли-продажи, основной договор, и закрепляется это все, скажем, вашими подписями. Поэтому, как собственнику, я рекомендую этот договор заключать. Но, опять же, его нужно читать и изучать, что там находится, потому что иногда в этот договор можно вписать какие-то пункты, особенно если вы его не подписываете в присутствии юриста своего, или риелтора, или маклера, то, конечно, можно натворить каких-то глупостей. Но вообще для собственника этот договор желательно заключать, потому что это означает, что человек действительно серьезно намерен покупать. Что происходит дальше? Дальше по процедуре идет заключение договора купли. Договор купли, он называется у нас пирку и малыгумс на латышском, включает в себя несколько моментов. Этот договор могут составить как юристы, этот договор может составить риелтор, или, скорее всего, юристы его компании, или сам риелтор. Также этот договор может составить сам нотариус. Это основной договор, который заключается, и обязательно этот договор так или иначе будет проверять нотариус. Для полной безопасности можно довериться какому-то нотариусу или юристу, чтобы он это полностью все подготавливал, учитывая ваши условия. Этот договор не подписывается сразу же в один день, его нужно детально читать и изучать. И только в конце, когда вы придете к общему знаменателю с покупателем, его стоит подписывать. В любом случае, этот договор подписывается у нотариуса, и вместе с этим договором подписывается опрошение на смену владельца. Поэтому, когда вы подписываете этот договор, вместе с ним должен следовать подписание второго договора, точнее, не договора, а опрошение на смену владельца, так называемый ноступенаймалугумс, который покупатель потом подает в земельную книгу для перерегистрации прав собственности. Дальше, как я уже говорил, когда вы подписали договор купли-продажи, где оговорены все условия основные, именно в этом договоре вам нужно проследить то, каким образом вы получаете всю остальную сумму денег, потому что это наиболее важное для собственника, каким образом вы получите все деньги. Потому что там оговорены все основные пункты, как вы получаете деньги, когда будет освобождена квартира, когда вы предоставите справки о том, что никто не задекларирует, что нету долгов по коммунальным платежам, и когда будет произведен подписание пенимшан-нулашан-акта на квартиру, когда вы передаете ключи. То есть, это все должно быть прописано и должно соответствовать вашим договоренностям и условиям. Дальше, вы подписали, у вас есть договор-задатка, вам несли сумму, вы подписали пирку малыгум, с которым прописаны все условия, на которые вы согласны, и подписали там же у нотариуса прошение на смену владельца. То есть, это обязательные договора, пирку малыгум, с прошением на смену владельца, для того, чтобы покупатель мог зарегистрировать на свое имя права собственности. Далее, эти документы подаются в земельную книгу. В принципе, собственнику здесь не обязательно участвовать, так как до этого вот это прошение подготавливает и отвечает за него нотариус. Поэтому там будет все прописано, как что нужно сделать, нотариус все объясняет, что нужно какие документы подать, вам это контролировать в основном нет смысла. Смотря, конечно, каким образом там идут деньги, к вам потом, но в основном в земельную книгу подавать документы идет сам покупатель. И вам также нужно знать, что в нашей стране принято так, что за оформление платит покупатель, за исключением редких случаев, когда обстоятельства требуют того, что нужно как-то делить пополам, или открывается, например, счет сделки, про что я расскажу дальше. После того, как покупатель регистрирует права собственности земельной книги на себя, то может быть так, что вы деньги получите до этого, может быть так, что после этого, может быть так, что деньги получаются через счет сделки, но в любом случае, в принципе, после этого вы получаете деньги, или вы их уже до этого получили, и после этого остается того, как покупатель получил на себя земляное удостоверение, он зарегистрировал права собственности, вы получили деньги, то остается после этого заключительная стадия, это когда вы встречаетесь на квартиру и подписываете акт приема-сдачи. Там это очень просто, это, кстати, можно делать на простом белом листе А4, где вы пишете свои данные, имя, фамилию, что вы продали, показания счетчиков, и что стороны не имеют друг другу никаких претензий. Также у любого риелтора есть проект этого договора, который вы подписываете, передаете ключи, и все. Дальше, что я хочу рассказать, что очень актуально для собственников, в принципе, что обеспечивает безопасность любой сделки при получении денег. Есть Дарью Маконт, счет сделки, который является продуктом банка. Этот счет сделки заключается в трехстороннем соглашении между покупателем, продавцом и банком. Покупатель обязуется на этот счет сделки занести сумму денег, которую он вам должен заплатить за вашу квартиру. И в этом счете эти деньги замораживаются. Они замораживаются до тех пор, пока покупатель не зарегистрирует на себя права собственности. Для вас это гарантия, что деньги эти уже есть. Покупатель их не может оттуда больше вытащить. А для покупателя это гарантия, что он может для себя безопасно зарегистрировать, перерегистрировать на себя права собственности. Так как в этом процессе можно, скажем, натворить каких-то чудес, заключить несколько договоров задатка или быстренько заложить эту квартиру. Поэтому для него, для покупателя, это безопасность в том, что он для себя на своем имя зарегистрирует права собственности. А для вас это безопасное получение денег, потому что они уже есть. Это контролирует банк. Это отдельный счет. И покупателя тоже оттуда эти деньги уже не может вытащить. Поэтому счет сделки, в принципе, для собственника, это один из самых безопасных вариантов получения денег, которые на данный момент существуют. Единственное, что тут нужно понимать, что так как этот продукт банка, то каждый раз, когда вы придете в банк, банк, он всегда скажет, конечно же, открывайте Дарью Маконт. Но на моей практике показывает, что он не всегда нужен и необходим. Да, если бывает какая-то сложная ситуация, что действительно у вас там есть ипотека, и, например, человек еще берет кредит, и вам еще нужно время на освобождение, какие-то там, скажем, затруднительные условия, тогда, да, можно действительно делать. Или, например, большая сумма, вы не хотите ее получать наличными. Но бывает часто так, что люди сейчас платят наличными, они готовы или они готовы сразу сами перечислять, то в этом случае не стоит всегда открывать этот счет, так как этот счет стоит от 100 лат и больше. В среднем 100-150 лат. Каждый банк берет по-разному. Обычно они берут от суммы сделки 0,4-0,5%. Но может быть и 200 лат и 300, поэтому подумайте прежде чем это делать. Возможно, вы можете и обойтись без него. Вот это, вот эти 4 пункта, которые проходят, в принципе, через любую сделку. Договор-задатка, ROCAS, NAWD, SLIGGUNS, он может заключаться, может нет. Например, если покупатель готов сразу внести, у него есть вся сумма, ему не нужен кредит, он готов сразу с вами расплатиться наличными, или он может сразу всю сумму внести на счет сделки, то можно договор-задатка не заключать. Дальше идет обязательно подписание договора купли и прошения на смену владельца. И дальше эти документы подаются в земельную книгу для перерегистрации про собственности на покупателя. Это основные моменты, которые идут в любой сделке. Но в них может быть очень много нюансов, это нужно понимать. Например, ваша квартира может быть заложена, а покупатель покупает в кредит. То есть, это чуть другой процесс. Здесь уже идут банки, и будет межбанковское соглашение и так далее. Или может быть, что у вас квартира не заложена, но покупатель берет кредит. Тоже чуть-чуть сделка меняется. Но в основном, вот эти моменты, Рокоснаудаслигумс, Пиркумалугумс и Ноступринаймалугумс, и регистрация прав в земельной книге, они всегда будут. Просто в них могут меняться нюансы в зависимости от условий одной или второй стороны. Я также хотел здесь добавить, что нотариусов у нас очень много в Риге. Есть у них свой сайт, это latviasnotars.lo. Вы можете посмотреть, и где вам по адресу ближе, там вы можете к нему обращаться. Нужно понимать, что нотариус не является на стороне ни вашей, ни на стороне покупателя. Это государственное лицо, которое самостоятельно отвечает за совершение этих сделок. Поэтому он не может проводить какие-то махинации или допускать их в договорах, что обеспечивает, скажем, некую безопасность совершения сделок. Также я хотел сказать, что у нас земельная книга сейчас находится по адресу Униас-8. Это очень просто найти. Это, если вы знаете, большой торговый центр домина, то это прямо за ним. Есть дом, в котором земельная книга сейчас переехала туда. Она раньше была в центре, сейчас она переехала по адресу Униас-8. Там нужно регистрировать права собственности, и там же вы получаете земельное удостоверение новое на свое имя.